Иритатор является представителем терапод семейства спинозаврит, живший в начале мелового периода. Первые останки динозавра найдены в Бразилии и Южной Америке. Средняя длина иритатора достигала 7-8 метров, а высота до 2,5 метров. Масса тела при этом достигала 2 тонн. Основу рациона динозавра составляла преимущественно рыба. Также характерной чертой, отличающей его от остальных, был своеобразный на спинный парус, возможно как средство охлаждения, возможно для привлечения самок. А также по большому когтю серповидные формы на передних лапах. Таким когтем обладал каждый представитель семейства. Формой челюстей чем-то может напоминать крокодила. Благодаря такой челюсти успешно охотился на рыбу. Активно вел как наземный, так и водный образ жизни. Помимо рыбы, питался отдельными видами птерозавровых, а также травоядными динозаврами малых размеров. Зубы мелкие, посажены часто. В среднем челюсть насчитывала до 80 зубов. Обитал преимущественно на территории современной Южной Америки. Основываясь на имеющихся останках, исследователи сделали предположительную модель динозавра. Со своими размерами, парусом, челюстями, похожими на крокодилья, динозавр-ирритатор на фото производит угрожающее впечатление. Основным источником питания была рыба, так как только с таким строением челюстного скелета можно проводить успешную охоту на водных, но не наземных обитателей. Удлиненные зубы конической формы беспилообразных краев не годятся для разрывания добычи. Такие зубы идеально подходят для удержания пойманной в воде добычи. Ирритатор мог дышать под водой, благодаря смещенным назад ноздрям и вторичному небу. Наличие сагитального гребня говорит о сильной мускулатуре шеи, необходимой для преодоления водного потока. Однако, несмотря на сказанное, время от времени динозавр охотился и на мелких наземных обитателей. Не стоит обходить тему находки скелета-иритатора. Череп был куплен у браконьеров, которые нашли его в Бразилии. Палеонтолог Д. Мартел в 1996 году описал этот вид как «в переводе с латинского означает раздражитель». Есть гипотеза, что такое название было дано вследствие того, что браконьеры неправильно склеили череп, что доставило немало хлопот для ученых. Перед продажей коллекционеры пытались приклеить гипсоподобную часть к основной массе черепа. Также компьютерная томография определила, что находка специально удлинялась при помощи крепления фрагментов верхней челюсти к кости предчелюстной. Однако, несмотря на это ученые сделали реконструкцию, благодаря которой находка по сей день считается самой точной и полной. В 2004 году также в Сантане обнаружено несколько позвонков, 6 хвостовых и 3 крестовых. Если можете дополнить информацией, то я только за. Пишите в комментариях. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Спасибо за просмотр.